Альфа-стоматология Альфа-стоматология. Сделаем мир светлее. Здравствуйте! С вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Уникальная операция ВКБ. Врачи впервые пересадили бедренную артерию. Обучение в новом формате. В Рязани состоялся хирургический практикум. Состояние вне опасности. Недоношенных тройняшек выписали домой. Зубы на 14 тонов белее. Как и где сделать красивую улыбку? Новый корпус онкологического диспансера планируют построить в Рязани в 2020 году. Уже завершена разработка проектно-смертной документации и получены положительные заключения государственной экспертизы. Стоимость объекта составит около 5,5 миллиардов рублей. Врачи онкодиспансеры попросили губернатора Рязанской области приобрести оборудование для полноценных генетических исследований, так как молекулярно-генетические методы в онкологии – важнейшее направление работы. Сейчас пациентов направляют на обследование в федеральные центры. Николай Любимов дал поручение региональному Минздраву сформировать заявку на закупку нужного оборудования. Он отметил, что средства для этого предусмотрят в бюджете области. Трансплантацию бедренной артерии впервые провели в ОКБ. Операция уникальная. Ее проводят лишь в нескольких регионах страны. У пациента расширилась вена, в любой момент мог произойти ее разрыв, поэтому специалисты заменили сосуд в ноге. Сейчас Евгений Гусев может активно ходить и заниматься любимым огородом. Ему провели первую в регионе операцию по трансплантации бедренной артерии. Мужчина признается, что не сомневался ни на секунду. Подготовительный этап занял около трех часов. Сама операция длилась еще два. Эта методика активно используется в Европе и США. Рязанские врачи переняли ее у белорусских коллег. Обучение проходило более двух недель. Сразу по возвращении пациента положили на операционный стол. Если диаметр нормальной вены это порядка 4-6 миллиметров, которые пересаживают этому пациенту, то по данным наш УЗИ размер достигал до 3,5 сантиметров. То есть представляете, насколько она расширилась. И в общем-то стенки были истонченные, и это было угрозой реального разрыва данной вены, что могло привести к кровотечению, к обширной гематомии. Врачи отмечают, что операция средней сложности. Нюанс в том, что ее мало практикуют. Делают все в нескольких центрах страны. В основном используют синтетический протез сосуда. В данном случае поставить его было невозможно, ведь был выявлен ряд противопоказаний. Данная операция произведена была пациенту с анавризматическим расширением бедренно-подколенного шунта, который имплантировали ему 5 лет назад. Этот шунт представлен был его же собственной аутовеной. Помимо того, у него до сих пор имелась и имеет страфическая язва венозного происхождения на голени в нижней трети, что, в общем-то, является инфицированной раной. В этом случае как раз более предпочтительное использование этого трупного материала, потому что риск нагноения у него на порядок меньше. Плюс к тому огромная экономическая выгода, потому что протез стоит порядка 50 тысяч. Соответственно, еще один плюс. Мы нескольких больных можем за ту же сумму, по сути, прилечить. В операции использовался аллографт. Это подготовленный сосуд от донора. Его длина составила 60 сантиметров. Он был взят из бедренной артерии и пришит на ту же позицию. Операция прошла успешно. Никаких проблем в биохимических и в лабораторных показателях крови у нас нет. В моче также проблем нет. В общем-то, чувствую себя вполне здоровым человеком. Я думаю, что мы его 2-3 дня еще помонитарируем и, в принципе, можем выкинуть домой. Специалисты отмечают, что уже сейчас операцию готовы поставить на поток. Ее будут проводить по мере необходимости. Хирургический практикум впервые состоялся в Рязанском государственном медицинском университете. В рамках него состоялись лекции, мастер-классы, участниками которых являются как студенты, так и практикующие врачи региона. Обсуждение некоторых тем сопровождалось трансляцией операций. Представитель Новосибирского медицинского университета станет одним из лекторов школы бариатрического хирурга в рамках хирургического практикума. В Рязани такое мероприятие проводится впервые. Его уникальность в том, что это не просто лекция. Можно посетить мастер-классы, поучиться у лучших хирургов страны и мира. Тема Владимира Онищенко – грыжи передней брюшной стенки. Достаточно много проблем, интересующих многих. И проблема, которая останется на ближайшие годы, нерешенная. Будет обсуждаться неоднократно и много раз, и меняться технология. И при хорошем, достаточном изучении данных вопросов, любой из будущих и настоящих хирургов, идет очень много тем для своей работы. Одна из лекций будет посвящена эндометриозу. Это болезнь, которой страдает каждая пятая женщина на планете. Рассказывать будут о лапароскопическом лечении. Сейчас разработано большое количество малоинвазивных хирургических методик, которые позволяют сохранить репродуктивную функцию и удалить эндометриоидные очаги. Очень радостно, что Рязань в лице ректора и в лице университета смогла принять такой огромный форум. Настолько сейчас все правильно и грамотно организовано в плане и аудитории, и учебных классов, и вивариев. И в клиниках есть возможность показывать хорошую живую хирургию, что я рад. Я сам учился в Рязани, и я рад, что сюда приезжая, мы видим, насколько прогрессирует все это, насколько Рязань идет вперед. Хирургический практикум – важное событие для региона, еще и потому, что учиться здесь могут практические врачи и студенты Рязгму. Здесь собрались все перспективные хирурги, именно обмен опытом в эндоскопической хирургии, с учетом новейшего оборудования, имеющегося у нас в области, настолько значимые плоды. Здесь именно мастер-класс, здесь именно практикум, здесь именно практические навыки, и причем от лидеров хирургии, от экспертов хирургии, у которых действительно можно и нужно учиться. И мы вовлекли и наш Гатлав, и наш симуляционный центр, то здесь полный формат построения работы по всем возможным направлениям хирургических знаний. Рязань исконно является таким крепким медицинским хирургическим центром, здесь работают очень большие персоналы, здесь большая-большая концентрация молодых людей, которые мечтают стать хирургией. В рамках хирургического практикума будет организован специальный учебный курс «Смарт плюс курс хирургии повреждений», представленный в Военно-медицинской академии имени Кирова. Будем делать мастер-класс по экстренной травме из ВИВАРе, то есть на лабораторной свинье моделируется сложная ситуация, тяжелые ранения, и показывают все приемы, как делается операция. Одно из важных направлений на практикуме – так называемые околохирургические темы. Врачам расскажут о том, как работать в частном стационаре, защититься от предвзятых исков и преследований, вести себя в социальных сетях. Всемирный день сердца ежегодно отмечают 29 сентября. Он призван напомнить о необходимости профилактики и своевременном лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Проверить свое здоровье и получить рекомендации, рязанцы могли в кардиодиспансере. Александр Чиков стал юбилейным 50-м пациентом акции «День сердца». Он пришел на профилактическое обследование, которое традиционно проходит в кардиодиспансере. Мужчине измерили давление и пульс, назначили рекомендации. Александр считает, что плановый осмотр – залог здоровья. Возраст, наверное, такой 65 лет мне и периодически все-таки возникают вопросы. И был и криз однажды гипертонический. Но потом как бы правильный образ жизни стал вести и стало лучше. Но я отказался от алкоголя, от сигарет, от вредных привычек, от всех. Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердца. Его измеряют три раза подряд. Среднее значение будет наиболее достоверным. Нормальным считается давление 120 на 80. А вот отклонения могут стать первыми признаками серьезных заболеваний. Пониженные давления могут свидетельствовать о разных проблемах. Допустим, анемии, какие-то сердечные патологии могут дать низкое давление. То есть они должны наблюдаться у участковых докторов. И при необходимости консультация кардиолога необходима. Повышенное давление может говорить о риске развития гипертонии. Это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Оно опасно такими осложнениями, как инсульт и инфаркт. Поэтому если у вас хоть раз было повышено давление, то необходимо за ним регулярно следить, наблюдаться у специалиста и придерживаться правильного образа жизни. Стараться не перегружать себя, но также соблюдать диету. Для гипертоников очень важно не есть соленые блюда, жареные, жирные. Это все как бы лучше в отварном, паровом виде. Также вредные привычки употребления алкоголя и курения. Это все исключение. Напомним, что акция приурочена ко Всемирному дню сердца, который ежегодно отмечают 29 сентября. В рамках нее обследование проходит более 100 рязанцев. Красивая и белоснежная улыбка – мечта каждого. Воплотить ее в жизнь помогут специалисты клиники Альфа-стоматология. Сделать зубы на 8 и даже 14 тонов белее можно в клинике Альфа-стоматология. Процедура занимает около 45 минут, а результат сохраняется на срок до 5 лет. Стоит отметить, что отбеливание – это процедура, при которой на зубы наносят отбеливающий гель, а затем активируют его с помощью специальной лампы. В клинике Альфа-стоматологии используют американскую систему ЗУМ-4. На данный момент она является наиболее эффективной и безвредной для полостерта. Лампа, которую мы используем в этой системе, она не нагревает ткани зуба. Соответственно, для пациента это все проходит безболезненно. И раствор в этой системе, который мы используем, состав раствора не менее 25% кислорода. Показаний к отбеливанию достаточно много. Среди них дефекты эмали, изменение цвета после приема антибиотиков, некоторые формы флеороза, возрастные изменения и, конечно, эстетика, желание иметь светлую, красивую улыбку. Отбеливание в клинике Альфа-стоматология проходит за один сеанс. При этом для поддержания результата ограничивать себя, например, в питании не понадобится. Система питания здесь только первые два дня. Исключить из рациона красящие соки. И если, конечно, человек курит, то желательно два дня не курить, не заупотреблять. Кофе, если, конечно, любит человек очень сильный кофе, то через трубочку. Потому что первые два дня эмаль, у нее повышенная проницаемость. И, соответственно, может впитать себе. Поэтому вот здесь мы рекомендуем красное вино, крепкий чай, кофе через трубочку. В течение первых двух дней после процедуры также может быть повышенная чувствительность к холодному. Чтобы избежать дискомфорта, всем пациентам врачи клиники Альфа-стоматология дают специальный реминерализирующий гель, который повышает порог чувствительности зубов. Также специалисты отмечают, что перед отбеливанием желательно сделать профессиональную гигиену в полости рта. Профессиональная чистка проводится с помощью ультразвука и пескоструйных аппаратов, аэрофлор. Ультразвуковые аппараты снимают над- и подтисневые зубные отложения. Пескоструйные аппараты снимают мягкий зубной наливок. При профессиональной чистке зубов мы добиваемся исходного цвета эмали, который был у пациента. А вот при отбеливании мы уже отбеливаем на несколько тонн. Стоит отметить, что профессиональная чистка рта является не только частью эстетической стоматологии, но и профилактикой кариеса и заболеваний парадонтом. Кроме очищения зубной эмали и десен, исчезает неприятный запах. Проводить данную процедуру желательно два раза в год. Клиника Альфа-стоматология работает ежедневно и находится по адресу улицы Дзержинского, дом 33, корпус 1. А с октября этого года открывается новая просторная клиника Альфа-стоматология в торговом центре Ёж возле Дворца молодежи на Политаево. На врожденных тройняшек удалось выходить врачам перинатального центра. Девочки поступили с явным недобором веса, а также проблемами желудка. Они попросту не усваивали пищу. В каком состоянии тройняшки сейчас, расскажет наша съемочная группа. Этим малышкам всего полтора месяца. Еще недавно врачи опасались за их жизнь, ведь тройняшки родились на три недели раньше срока. Вес был небольшой – 1600, 1800 и 1200 грамм. Состояние определили как средней тяжести, из-за дыхательной недостаточности и незрелости. В первую очередь незрелый, конечно, желудочно-кишечный тракт. У нас были проблемы именно с этим, со сниженной толерантностью к энтеральной нагрузке. Нам пришлось попыхтеть, попотеть, чтобы восстановить, вообще дать им возможность кормиться и грудью, и грудным молоком. Постепенно трофическое питание, прям миллилитрами фильтровали, там вот буквально прям капельками кормили их. И потом, потом потихонечку все это мы преодолели, все эти сложности. Роды прошли успешно, обошлось без реанимации и дополнительных вмешательств. Тройняшек сразу поместили в палату интенсивной терапии, где они окрепли и набрали массу. Сейчас они уже набрали вес почти по 2,5 килограмма. Детки очень активные, потягиваются, то есть как нормальные детки, почти доношенные. Стоит отметить, что тройные явления редко. Они рождаются около двух раз в год, и чаще всего в результате ЭКО. В данном случае все произошло естественно. Ангелина Фомина признается, что мама уже опытная. У нее есть мальчик, которому почти два года. Девочек ждала с нетерпением. Узнала я на первом скрининге, это было 15 марта. Ну, сначала думали, что двое, потом сказали, третий, наверное, ушел за хлебом. А мы говорим, вот и третий объявился. Ну, мы же тогда не знали, кто у нас будет по полу. Но вот 15 марта мы узнали, что у нас будет тройня. И было счастье. Мы были очень счастливы, особенно муж. Ангелина признается, что детей различает легко, ведь каждая уже проявляет свой характер. Старшая Аксинья более активная, средняя Есения более капризная, а младшая Мирослава самая старательная и больше всех кушает. 26 сентября малышек вместе с мамой выписали из перинатального центра, ведь состояние девочек стабильно и не вызывает опасений. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова